Не было что-то такое, понимаете, пиар-компания, ведет такую-то работу, действительно, внес какую-то ленту в обществе. Вы правильно говорите, потому что идет от преступления, потом наказание, потом реабилитация, вот вся проблема. А то, что должно делать еще со стороны общества, это у нас пока нажаль не происходит. Нажаль не происходит. А мы могли бы под патронатом УВС провести конкурс, например, соревнования центра реабилитации? Я хотел бы ввести к этому вопросу. А что бы не провести? Это бы привыкло очень много внимания к центру реабилитации. Пропиарило бы, люди бы посмотрели бы и не реально могли для себя сделать вывод о том, что можно лечиться и можно не терапевать. В принципе, можем как бы согласиться с начальником УВД по окончанию сезона, как бы так сказать, может, в середине августа. То есть, как бы сезоны на базе «Динамо», там есть в очаге, там есть, ну, как бы, я не скажу, что великолепно, но нормальные условия. Есть и поле, искусственное покрытие есть. То есть, можно придумать какие-то именно действительно интеллектуальные и спортивные мероприятия. То есть, посмотреть на людей, как они затянуть их туда, отвечать другим мыслям. Надо ответственного ставить сразу, представительное мероприятие. Потому что, если не поставить, то это все... Ну, ответственное, что вы делаете, если считать, как функционал старец, я их старец, мы не дешев. То есть, как бы, берем это на конкурс, то есть, мы как бы, вот здесь на протяжении сезона, надо даже в друзьях сюда уехать, потому что это бабка. Это что можно? Можно ищите, то есть... Можно ищите, то есть, у меня в доме, в доме, в доме. Это нормально, правда. И, так же, да. И, опять-таки, вот у нас есть Света. Света – это председание общества «Санздоровость, мысли, шутяк». То есть, что вы можете предложить, опять-таки, именно такие оптимизования. Центр реализации на поделительную молодежь. Что вот можно предложить для того, чтобы... Ну, кто может еще присутствовать? Что можно обменить? Также можно предложить организацию тренингов различных, так? Круглого стола, где будем рассматривать, да, данную проблему по данной теме. Вы же готовы встретить числа школами? Нет, ну, это интеллектуальная сторона вопроса. А мы сейчас говорим о том, чтобы действительно провести естественное соревнование. Ну, люди смогли показать себя и проверить. Можем мы это организовать? Мы как-то предоставим базу для пакетболи-центра, находится в Очакове, направить представителей. Определить направление каких-то спортивных мероприятий, которые для них по социальному здоровью приезжают. Ну, я вам скажу, что КРТ, например, занимает большую группу. Вот, вы можете, да, человек, который... Ну, это не покупает, потому что с ним уже две. У нас центр только, ну, как, часть реабилитации на этом построен, и очень успешно занимаетесь. А можно немножко добавить в другое направление, как бы? Я знаком с этими ребятами, ну, и с Пашей, и у Наташей был. Святое дело делают, однозначно. Значит, но, учитывая, какое количество у Николаеви наркоманов, а по нашим подсчетам, по самым скромным подсчетам, можете спорить со мной, но мы как бы высчитывали такую бухгалтерию, что в Николаеве на учете 4 тысячи наркоманов, эту цифру на 8, на 10, это получается... Я только не знаю, я належал в ситуации. Это около 40 тысяч. И таких центров на город, учитывая, что у них с Николаева, я не знаю, может, сейчас уже появились... Паша, появились у вас уже с Николаева ребята? Один человек был за все время. Один человек? Наташа, а у вас сколько с Николаев? Николаев прошло 61 человек. Ну, даже 61 человек. Ну, там как бы бесплатно, там как бы... Я же предлагаю, какое количество на таких центрах тогда... Я предлагаю, как бы... Вот Паша правильно сказал по поводу этих мифов, которые заложили к нам в Бошкином эти мифы, что не бывает бывших наркоманов. Бывает, вот Паша сидит, не бывает честных милиционеров. Бывают. Я это повторяю. Ольга Ибрагимовна на меня немножко обижается, что я это так говорю. Бывают, я их вижу, их больше. Слава Богу, их больше. Вот мы, наше движение «Родители против наркотиков», мы выходим с ребятами с Абнона, с закупщиками, там, свидетелями, понятыми. С вами обещали. С свидетелями, понятыми. И, может быть, есть смысл нам усилить вот эту работу. Усилить эту работу, как бы... Потому что у этих ребят очень много проблем, службы. Я вас понял. Мы, как бы, к этому вопросу еще, наверное, не дошли. В данный момент. Мы, как бы, сейчас мы обвиняемся опытом, то, что... Помощь от вас и взаимодействие. То, что работу мы активизируем по поводу борьбы с этим злом, это значит, знаете, и, как бы, контролируется ежедневно, ежечасно. И, поверьте, есть определенные результаты, есть определенные результаты. У меня, как бы, кроме сразу позиция тех людей, которые выкрепляют и хранят на публике, она меня волнует в какой-то степени. Но больше всего меня волнует вопрос быта на публике. Те люди, которые их распространяют. Те люди, которые поставляют. То есть, они же, они не наркоманы. Они вполне здоровые, разумные люди. Вот эта категория людей меня сейчас волнует. Не будет, будет какой-то голод этого всего. Будут идти другие подвижные. Мы посмотрим, что из этой ситуации может получиться. Чем меньше мы уберем распространителей с Пулинских, из города, я имею в виду, их отправим туда за град, и окажем. Вот здесь будет определенный результат. А люди, которые покупают, это уже завистники. Можно философовать по-разному. Больные люди, преступники. Закон об этом говорит немножко так простой, что, понимаете. И статья 209, хранение наркотиков. Никуда люди делись. Пока законодатель ее не вывел никуда. Ну, не будут такие. Поэтому можно говорить, что это больные люди, можно говорить, что это преступники. Это философия. То, что разбить на категории людей, я немножко анализировал ситуацию. Хочу поделиться мыслами. А вы, как скажете, уже мягче по поводу разбивки на категории. Ведь люди, которые нам независимы, или называют наркоманы, они подразделяются им в виду наркотиков. Есть, знаете, мы называем их «золотой малой душ», да? Это люди, которые подразделяют дорогой наркотик. Это действительно большие деньги. Мы их не видим. И они где-то там остаются в тени. Мы в основном боремся с каким-то третьим половым населением и избытчиком. Те, которые сбывают опи, те, которые сбывают воритвуан, те, которые сбывают методон. Вот, вновление методона, а вот эта категория людей. То есть и социальный статус этих людей отличается от тех людей, которые употребляют наркотик более тяжелый и более дорогостоящий. Вот тут тоже вопрос интересный. И свои населения немножко разные. Поэтому и подход должен быть немножко другим. И в качестве реабилитации этих людей, и в качестве нашей работы. То есть мы свою работу делаем, и никто с нас, соответственно, с ним не может. И вы же знаете о выступлении президента, вы для части, и министерство уже обеспокоены проблематикой, как называемое новое слово, киберзвучений. То есть, как выступали руководители государства, и в этом сана, может, можно купить его в интернет. Интернет-магазин, пожалуйста, заказывать на таком-то километре, тебе там это все сбросить. Это хорошо, что информируют, но плохо. С другой стороны, что об этом узнают и все остальные. Пока, по Николаеву, у нас фактов таких нет. У нас служба есть, мониторинг и всего остального пока нет. С учетом того, что это все светит в инфрессе, это может вырасти в ближайшее время. Поэтому надо нам идти вновь, в том числе и вам. То есть вы тоже обладаете определенной информацией. И ей надо как бы делиться. Я не говорю так, можно по-разному проектовать сбор информации. Это не менее, если мы будем делать одно дело и будем информировать. Правильно вы сказали? Есть честные милиционеры, есть милиционеры нечестные. И которые честные, они информацию до логического завершения. И которые нечестные, они используют корыстные цели. Это сама страсть. Это сама страсть. Поэтому от вас тоже должна быть какая-то помощь. Есть управление много. Есть. Я надеюсь, пожалуйста, всегда надо то выслушать. В любое время, время, где им очень есть какая-то горящая информация, есть какие-то вас проблемные вопросы. На ходику я отношусь очень жестко и непременно. Поэтому позиция моя моих сотрудникам яснает и проработает. Поэтому тут задней скорости не будет. А телефон скажете, что? 050, 395, 43, 93. 43? 93. Что? Вы думаете, что у меня красный будет? Я сомневаюсь. Можно? Да, пожалуйста. Я сомневаюсь. 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 Я сомневаюсь.